всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рей сегодня мы посмотрим на игру который называется легендарные монстры добро пожаловать на остров я пандальф я помогу тебе стать могущественным повелителем чудовищ сейчас я научу тебя строить здание нажми лавку построй логово огня логово огня давай вот сюда я его поставлю и встречай нового гостя нажми на инкубатор так он мне напоминает ребята очень сильно игру которую мы с тобой играем который называется дракономания это кто такой так высидеть 8 секунд бесплатно завершаем и у нас ребята получается 1 монстр и нажми на логово чтобы посмотреть кто в нем живет выбери чудовище чтобы его кормить ну точь-точь друзья мои как дракономания прямо блин один в один еще кормить ох ё смотри каким он стал нажми на лавочку и задание так фирма тоже фирмы здесь есть ну я понял ставим фирму а тут золото какой-то у нас я почему-то не могу взять нажми на фирму чтобы выращивать еду ну допустим вот это вот возьмем тоже все за золото да пора собрать хвосты синих ящерок нажми чтобы собрать а почему хвосты если это были помидоры поздравляю продолжай выводить экзотических чудовищ и выращивать еду скоро станешь настоящим повелительным чудовищ так друзья мои я получаю достижение логово природы поделиться мне не с таким так ох 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 грей гойл фига такой красивый собрать один алмазик спасибо за игру по этому календарю следующий календарь начнется через 4 часа 16 минут понял а я наконец я забрал то все таки золото а что это кто строители что ли а рабочие это это ребята рабочие у нас такие так ну что у нас есть первый дракон что у нас еще тут спит давай выращивай еду мне спит он там так пум-пум через 30 минут через 30 секунд сделается еда так можно улучшить улучшить что требуется уровень 9 а ты-то кто такой логово природы мимо так издавна тизарды олицетворяли грусть и печаль но эти тизарды не такие эти тизарды перерожденные нельзя быть может они не отличаются скрытностью но им с лихвой хватает гибкости быстрой реакции и неуклюжести неуклюжести ну пока понятно покормить не получится так что еще улучшить так задание загрузка задания идет значит так скрести фаерозавра и тризарда перейти а у меня таких наверно и нету так скрестить гора скрещивания фрай фрайзар есть а и мимо начать скрещивание и кто же тут кто же тут у нас ребята получится инкубатор 29 секунд но я подожду так может быть еще одну ферму количество максимальное количество яиц 2 а деревья тоже врубается тоже ребята удаляются все это зачищается как в драконом они почему ты спишь давай выращивай мне еду так еще на задание да а но мы же завершили с тобой задание да вы сидите гибрида огня и природы начните свои странцы отправиться на карту странцы выиграть и сражение получается ну когда я гляну теперь у тебя есть несколько чудовищ пора отправляться на поиски приключений отправляйся на встречу увлекательным приключением вместе со своим чудовищем нажми кнопку битвы нажми чтобы начать приключения ага так в бой ох ё-моё свет тьма порядок атаки чудовища отобразаются виде линейки очередности так уровень меня но это ребята все понятно у некоторых чудовищ есть особые свойства например неуязвимость к ослеплению тип урона сила обычная и плюс слабость это дебафы восстановление энергии засчитывается заход при этом чудовище получает 50 очков энергии нажимай на чудовище во время битвы чтобы увидеть их характеристики действующие эффекты и умения по мере развития чудовище уличество их силой улучшается характеристики если чудовищная битва кажется слишком сложной попробуй покормить чудовище перед ее началом возможно это тебе поможет победить после каждой битвы отображаются очки которые ты набрал при хорошем счете можно получить звезды и классные награды так все ну вкратце обучение мы прошли в бой хлюсткая плеть так обжигающая лапа что ты так ух ты хаосом с вами бомбанул понял давай плеть сдирание коры выберите одного пройти ну вот это вот это мы так с него кору содрали это мы его просто уничтожили так задание выполнено а почему только одна звезда а почему одна звезда только в бой слушай они четвертого уровня ну и я попробую конечно фига тут птички давай в бой а какой у меня то уровень я даже не посмотрел тут можно авто поставить посмотрим но я думаю что мы справимся наверно ребят ну ощущение такое есть что они молниями бомбят с этого содрали кожу сокрушен так следующий обжигающая лапа на они сосунки они ребята сосунки файзару нормальный тут причесал скажем так а они они новые уровни получают во время битвы даже но почему одна звезда то блин пойму хорошо давай посмотрим блин да вы чё совсем что ли ну тут уже их три три ребят ну-ка нет ну если мы будем например на вы а здесь один большой и два маленьких юрский миньон старый юрский миньон атакует готов этого мы нахлобучили обжигающая лапа и остается один шипзик он хаосом хаосом бомбит но мы уничтожим сейчас потому что мы да-да-да файзавр его бомбанул сгорел просто просто сгорел опять одна звезда что почему не доходи до 3 то что нужно сделать это чё такое панда слушай а вот с этим интересом и справимся 3 5 уровня вот этот очень похож ребята из дракомании на драконоводной стихии точно огонь же вода против огня очень эффективно а вот это что такое это что за стихия огонь да да ребят огонь потому что вот так он выглядит огонь а вот фига ну-ка минус 1 а вот это наверно сейчас бомбанет мне когти-бритвы так и добиваем уничтожили мы короче этого хламона друзья я больше не опять одна звезда как всегда и они получают новый уровень шестой ребят второй уровень получаем третий даже логово земли у нас доступны теперь седьмого уровня он ну давай попробуем в бой босс что ли огненная стена фига он вмазал а ну-ка используйте четыре единицы энергии в подземельях или на карте странствий фига он действительно как панда бомбит но я не уверен что мы его ребята сможем победить вот тут-то он нас по моему ушатает да он через каждый ход ходит все у него инициатива видимо ребят зашкаливает смотри без шансов ребят без шансов сокрушил нас не надо никакого оживления перебьюсь наверное без оживления но жесткий парень просто я думаю его возьмем нахрапом за счет того что у нас как бы больше кричит у нас двое он один ты видишь что это фигня не сработало ни шиша поэтому давай-ка мы сделаем так тут какой-то подарок у нас подарок не для меня бесплатный вот плюс 5 а что вот это вот означает доступно новое испытание фига себе какой смотри а это это донатская штука ребят так загрузка заданий а которые я выполнил соберите 50 уникальных чудовищ поздравляю с круглой датой один месяц играй как минимум один месяц и дадут яйцо так высадить гибриды огня и природы так мы опять же вот этого вот высадить поместить сюда опа гринозавр друзья как он такой расклад это денег такой маленький еще значит нам надо высидеть кого там надо высидеть так победите одного островного мини босса откройте свой первый а первый сундук где у нас вот содержит один приз давай купил жизнь уровень 41 это руна это руна ребята так этому дерево убрали этот все тут камень свой точит работяжка два рабочих всего лишь я не могу ребят если они заняты все соответственно мелких ему хмыреныш у вас нет подарков ну давай попробуем этого парня гринозавра покормить чем-то напоминает хайрозавра этого 160 еды нифига он там требует потом после себя ну зато до 6 уровня ребят мы его вкачали и постройте логово земли и чтобы содержать на своем острове чудовище земли то есть логово построим но вот здесь к примеру бесплатно так 58 секунд он сделает его пока у нас три динозавра слушая с тремя динозаврами я смогу победить на этого босса который так построить логово земли задание выполнено с едой тут конечно чувствую что-то ребят будут вообще проблемы жесткие битвы дай-ка я попробую сейчас его на кумарите наверно с ним вот сейчас наверное ребят смогу справиться наверное а может быть посмотрим слабость так у нас против огня вода идет огонь до ребята привезли природа слабо а физуха фильм физ атака на какая меду физ атака кого ведь бритвы это к чему относится тут показано сколько отнимет а это вот поднимает побольше он сразу же на него нападает у этого тоже ребята есть кого дебритвы хлесткая плеть но тогда просто рукопашкой придется его бомбашить раз у него есть ярдзен не нравится мне то что он сейчас сделал но я его думаю развеял как муж сможем успеем нет не надо он же добей пожалуйста его есть чух победили мы его сберем пополам ну уровень не получили вот тут у нас что-то что-то такое мы получаем следующий уровень ребята тебе доступна ферма еще одна ферма может построиться у тебя полно энергии плюс 50 так плюс 50 значит заходим в лавочку тут декор набор и чудовище вот как ракила калиста с такой палкой так ну вот эти два есть давай вот этого купим куда ты его убрал зачем ты мне его перемещаешь 40 самоцветов нужно чтобы улучшить но здесь опять же ставим на производство а тут смотри можно повтор все на повтор нажимаешь ее на автоматически выводится так мелкие убираетесь 10 минут будет убирать так задание поместите новую чудовище в его собственного купите вторую ферму чтобы ага вторую ферму лавка эры смотри все понял фига гидрарион реклопс вау кахаль крок блин выглядит они конечно так эпично ребята галиатес выглядит эпично так тоже высидеть поместить да я хочу сюда поместить и у нас это вот таким он будет это вот из такого он там превратится они брутят по пустынным раненам в поисках утерянных хвостов их души закаленные странствиями выше всего ценят верность любой кто попытается поставить его под сомнение будет уничтожен ударами их огромных кулаков время так временно вдвое увеличить максимальную жизнь цели все атаки врага будут направлены на цель нифига давай-ка я тебя парень покормлю наверное хочу посмотреть как ты будешь выглядеть во следующая эволюция на седьмом уровне ага то есть изучить изучить новые умения наносит умеренный огненный урон с верностью 50 процентов поджигает цель нужна перезарядка изучена смотри каким он стал хе-хей а следующая эволюция когда они когда вклад в силу чудовищ пылающий шар когти берет и обжигающая лава и разблокируется на десятом уровне метеоритный удар это особо его умение поражает всех врагов стихии огня поджигает их и оглушает требуется перезарядка слушай блин ну выглядит круто а вот это вот мелкого мимо эй не хватает так у нас есть а ракела что такое что это уровень да посмотрим потом как ракела там у нас возвысится ну ка так выросли на ферме хвост синие ящерки найдите ферму и выберите хвост синие ящерки чтобы кормить своих чудовищ и повышать их уровень а сначала тебе нужно построить ферму или дожиться пока на ней вырастет еда подожди а я разве ферму не заказывал блин я по-моему не заказывал ну да я что-то отвлекся и ну вот сюда поставим еще ребята повышаемся на уровень пятый и теперь нам доступно логово грома куда-то убираешь ты его так сделали да купил вторую ферму соответственно сразу на ней выращиваем еду сразу выращиваем еду такс и у нас есть еще ребята чудовище которому о о тендер игл ну ка когда-то чудовище было буревестником и посланником богов но после ужасного предательства переродилась в форме тендер игл ну с ним лучше быть посрочно с его изящных крыльев сыпятся искры да сыпятся искры еще логово какой-то логово земли логово грома ребят это вот как раз для тандера по моему пригодится он же по моему электрический да и 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 ладно потом потом зарегистрируюсь с едой сколько мне еды ребят 10 что за хвост синие ящерки то я никак не могу понять растить еду а вот хвост синие ящерки ну чё я наверно пойду попробую в битвы так это на 10 уровне да это на 40 это на 7 получить уровень 7 чтобы попасть в подземелье кого-то можно приглашать друг чудовище ну слушай этих я думаю надо было немножко другого брать что-то я не посмотрел что это такое что он сделал плащий шар на массу сдуло его ребят просто как будто здесь и не было но ого ядрен матрен он еще и оглушил он оглушил мне ребята моего чудовище вот потерян зашибись этому паралич повесил готов а промах есть суши крепкая обезьяна новый уровень ребята 7 ну уже две звездочки колесо какой-то у нас тут неплохо а за то что неплохо сыграна мы имеем право крутить колесо забрать и выйти тысячу еды я думаю нормально так ребята огненный дротик наносит слабый урон стихии огня шанс 50 процентов пожечь цель но 50 процентов я думаю что это нормально это ну очень хорошо 50 процентов половина считай а тут вон как так получаем 6 ребята уровень и тебе доступна еще одна ферма ну чё покормим тебя на седьмом уровне эволюция должна быть так наносит слабый урон стихии земли шанс 50 процентов парализовать цель вот это хорошо ребят вот он как выглядит были прикольно хо-хоу блин ну еды конечно он потом требует ямонал а ты хотел мимо еще до седьмого так массовый отдых в основном 25 процентов жизни всем дружественным чудовищем нужна перезарядка то есть он идет как хилл а как ты выглядишь нормально выглядишь 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 прям великолепно так хижина рабочего древа сверхсочетания сверхсочетания не знаю о чем ты скрестите своих чтобы получить новое чудовище скрестить блин забыл кого надо скрестить нет гринозавры у меня уже есть я не хочу их скрещивать гринозавры у меня есть нафиг он мне нужен так фиризаур и ракилу фиризаур и ракилу высидеть так поместить так оно строится мы забыли наверное вот так вот сделать и поместить вот друзья мои у нас стандарт игл появился чё пока там стандарт игл я забыл кого надо скрестить скрестить фир и рок Так, подожди, зачем купить-то яйцо? Блин. Я что-то не пал, а купить, ну это купить яйцо. А высидеть-то как? Черт, я, ребят, забыл, где высиживать яйцо-то надо. Так ведь здесь же, по-моему. Ускольное высиживание. Тут еще есть декор у нас. Нифига. Так, руны. Производство золота чудовищ увеличится на 6%. Понял, тут еще и руны будут. Так, давай через задание сделаем. Ну и что? А, здесь. Кого там надо было? Я помню, Ракилу и... Файзер, помню, да? И чего? И чего это за яйцо такое? Так, этого малыша, наверное, надо покормить, ребят. Вот таким он стал. Таким он стал. Ну, он слабенький. Это точно тебе говорю. Пока он слабенький. Высидеть гибриды огня и земли. Выкормить 6 чудовищ до 4 уровня. Но у меня нет пока, да? Купите третью ферму. Ферму третью надо взять. Давай сюда ее поставим. Так, 500 золота мне дали. Растить еду я вот так, наверное, сделаю. А сколько будет он? А, у нас свободный инкубатор, поэтому можно... Тизарда и Рокилу. Гибрида огня и земли. Стихи. Вначале нужно вывести гибрида стихии огня и земли. Дождаться пока из деца вылупся чудовище. Ну, допустим. История выведения. Вот такие. А это кто такой? Фритл. Получится. Посмотрим, что за фритл. Пойду-ка я, наверное, ребят, пока на битву схожу. Так, а почему... А как мне поменять? Я, например, хочу команду поменять, блин. Как мне это сделать? Горение. Чувачок горит потихоньку. Да, 25 урона получил. Ой-ой-ой-ой-ой. В минус. Так, победили. А это электрический-то массовый отдых. Слушай, ну прикольный. Он пропускает ход, но зато он лечит нашу команду. Ну, здесь, конечно, наверное... Хотя, вот смотри, так бы он его завалил, а так мы еще живы. Сдирание коры. Сдирание коры, а я сдирание кожи. Так-с, хорош. Ну да, нам дают рулетку, ребята. Если на 2... А если на 3 звезды, что нам дадут? Ох, 7 с половиной тысячи. Угу. Так, седьмой, седьмой. Как поменять, блин, команду? Я не пойму, ребят, как поменять команду. У меня команда идет по умолчанию. Как ее изменить? Да что ты все домик-то суббираешься тут? То есть, для меня вот это... Непонятно, как поменить команду. Это, ребята, я, как говорится, перед выходом... Ну, здесь нельзя расчистить, как в дракономании. Там можно все зачистить, лишь бы у тебя были ресурсы здесь. Фигушки. А здесь такая фигушка не прокатит. Ну, давай еще одного. Все-таки непонятно, как. Подожди-ка. Я... Нет такого, чтобы... Чтобы заменить... А, вот, 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 вот. Все, нашел, друзья мои, нашел. Сперва нужно снять... Вот так вот, да? Окей. Потому что... Гринозавра мы оставляем, да? Да, я, наверное, так сделаю. Поехали. Посмотрим. Мой-то круче выглядит, чем этот охламон. Вопль тарзана. Против... Против камня они что-то тут еще прыгают. Посмотри на них, а. На-ка. Что-то слабо мы тут бомбанули. Сгорел. Это огненные львы какие-то. Огненная искорка. Сейчас, смотри, тебе искорку тут. Тяжелые костяшки. Блин, что-то он против огненных слаб. На тебе когти бритвы. Бум-бум по башке. Вот-вот-вот-вот. Вот это уже хорошо, ребята. Вот это паралично целую. Он пропустит свой ход. Готов. Слушай, ну там было 50% написано. А тут что-то он сколько бил, бил, бил. И только под конец только он появился его оглушить. Ну, это, по-моему, недалеко, ребята. Не 50%. Блин, мы все приближаемся. Что? Какие еще эльфы, джинны? Действительно, ребята, эльфы и джинны. Шлепок гудини? Гудини? Готов. На изи. Какие-то бифические существа. Ну, в принципе, чудо. Что там сделал? На, по-моему, паралич. Шикарно. Что там полует? Да он вата. Этот паралич пропускает ход. Это мы валим джина. Ну? Ну? Вопли Тарзана, на тебе. Огненные дротики и готово. Слушай, ну тут шикарно все получилось. Даже две звезды получили. Ну-ка. Вот то, что хорошо дает нам колесо каждый раз крутить. Это, ребят... Блин, ну то хочу яйцо получить. А вот с этим ли мы справимся? Ну, в принципе, шестого уровня. Думаю, должны. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да. Он паралич. Они паралич вишают. Прикинь? Вот это трэш. Мне кажется, сейчас этому хана разнесет нас. Что-то эти три гориллы нас ушатывают, ребят. Да ну, огонь. Огонь это слабо для этого. Огонь ты, блин, применяешь. Да посмотри. У них... Все, паралич. Уничтожил. Да. Вроде кажется, такие, блин, маленькие горилки. А как видишь, из-за своего паралича они нас тут ушатали. Офигеть. Все, ребят, без шансов тут. Да, я учту на будущее такой расклад. Просто без шансов. Чтобы играть, поместить свой брат, аватар на значок. Какой значок? Что ты несешь, был? Да, не дано мне пока его победить. Так, ну что, высидеть. Это кто такой? Нет, какое продать-то? Высидеть? Поместить? Продать? Чуть не продал. Фриттл. Молодые... Что? Непонятно. Молодые фриттл отличаются всплечным характером и всегда стараются настоять на своем. Возле... Возрослее они уже не порхают. Так часто, как раньше, у них появляется серьезная забота обуздать глубинные силы земли. Тысяча жуков не позволяет врагам уклониться от атак, наполовину снижает получаемое имя лечения. То есть, это антихилер. Логово воды, легендарное логово и мифическое логово у нас, ребята, доступно. Ух. Это уникальное предложение специально для тебя и твой единственный шанс получить его. Да, у меня нету сто тысяч. Или есть? Давай. Поздравляю с покупкой, это поможет тебе продвинуться в игре. Неррида. Ты слышал этот шум? Ох ты. Появился особый остров. Исследуй его и собери как можно больше чудовищ, пока он не исчез. Это остров лабиринта. Перемещай чудовища и получи их всех, проведя каждого до конца его тропы. Используй монеты лабиринта, чтобы направлять чудовищ вперед. Вот первый ход я тебе дарю. Ты получил ключ. Сибель. Тебе далось открыть новую тропу, Сибель. Чтобы получить монеты лабиринта, собирай золото и еду. Сражайся о многопользовательском режиме. Скречивай, выводи и корми чудовищ. Но помни, что есть ограничения. Возвращайся в разное время, чтобы собрать как можно больше монет лабиринта. Так, добро пожаловать в лабиринт, собирай монеты. Так, ты мне рассказал уже. Перемещай чудовища, чтобы забрать их. Выпускай чудовища и склеток. Открывай для себя скрытые сюрпризы. Проложи себе путь силой. Фига такие. Такс. За все нужно платить, говорит, да? 40. Полторы тысячи еды. А сколько у нас энергии? 80. 5300. 45. Мне не хватает, ребята, десятки буквально. А у тебя сколько? О, 35. А где вот эти штуки брать? Получай, собирая еду с ферм, собирая... Ага, понял. Все, понял. То есть, за выполненные просто задания, ребята, мы с вами будем получать вот эти вот жетоны. А жетон уже тратить на... Понятно. Удалите два куста. Так, я не смогу никак удалить. Лавка. Логово. Так, мифическое логово. Три миллиона. Два с половиной миллиона. Вы серьезно? Вы серьезно, блин? У меня 10 тысяч. Слушай, мы, кстати, можем покормить. Вот-вот-вот-вот-вот-вот. Глянем сейчас на Фритла. Что же это за... Это действительно, ребята, какой-то жук. Накладывает на себя малый щит. Снимает и превращает оглушение. Нужна перезарядка. Вот так вот он выглядит. Этот Фритл. А интересно, до 10 уровня мне не хватит еды, ребят. Чтобы изменить умение чудовища, нужно достичь уровня 15 и кормить чудовища до 15 уровня. А-а-а, тут еще переставлять можно. Удар мести. Вот умение, ребята. То есть, вот что ты ему оставишь, то и будет. Скины. Глюки дадут тебе возможность добавлять своим чудовищем новые перки и улучшать их боевые способности. Но это с 30 уровня. Вот оно что. Вот оно что. 1 час 56 минут выводится этот у нас дракончик. Ой, дракончик. Ну ты понял. Так, изучить новые умения. Наносит слабый урон стихии. Наносит слабый физический урон. А вот это что означает? Вероятность попадания в цель. Чем мощнее умение, тем больше оно нанесет уроны. То есть, стопроцентная, да, получается, летучая такая. Вот тут вот молния. Слабый урон стихии грома. Особое умение. Гром и молния. Наносит всем врагам сильный урон стихии грома. О, как. Прикольно. Ну что, дорогие друзья. Я думаю, на сегодня мы, наверное, закончим серию. Вы пишите, как вам игра. Я думаю, что, наверное, многие в нее играли. Знают примерно, чего там дальше ожидать. А на сегодня это все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.